У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше? Или вам надоело смотреть в привычный двор? А может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это семь девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка – современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной» – когда жизнь становится теплой. 11 микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау». В эфире «Город сегодня» здравствуйте. Лето – время опасное всевозможными инфекциями. Достаточно съесть немытые фрукты, вчерашний салат или оставить еду на несколько часов в тепле, и вполне можно угодить на больничную койку. Только за последнюю неделю пришло несколько сообщений о массовом заболевании острой кишечной инфекцией детей в лагерях. И хотя это было не в нашем городе, но врачи повсеместно предупреждают об осторожности и профилактике. Инфекционные заболевания чаще всего возникают по нашей собственной вине. Покупая фрукты и продукты питания прямо с земли, мы их зачастую недостаточно моем. Плохо готовим или оставляем вне холодильника. Частым мытьем рук многие также пренебрегают. Нежелательно покупать еду на улицах, если вы не уверены, что она приготовлена в чистой посуде и с соблюдением всех санитарных норм. И даже купленные в хороших магазинах с холодильными витринами молочные продукты сначала нужно внимательно осмотреть и попробовать, прежде чем давать их детям. В общем, правила соблюдения чистоты всем известны. Но если вдруг так случилось, что вы все-таки заразились, почувствовали острое недомогание и попали в больницу, то нужно знать о своих правах пациента. Об этом мы спросим у специалиста в нашей студии сегодня, заместитель главного врача областной клинической инфекционной больницы Ордак Мурзагалиева. Здравствуйте, Ордак. Итак, расскажите нам, что делать, если отказываются помочь людям? В принципе, вообще отказов не бывает, если обоснованно, если есть показания. Больные когда госпитализуют, есть прямые показания, на нашем медицинском языке, это называется клинические показания, есть прямые показания, тяжесть состояния, возраст больного. Естественно, есть показано, больному нужно оказывать астезонарную помощь, мы всегда оказываем помощь. Если больные нуждаются в амбулаторном лечении, мы по месту жительства направляем, извещаем ту же медицинскую организацию, куда направлен больной, и дальше по месту жительства оказывается медицинская помощь на амбулаторном уровне. Если возникают вопросы у больного, либо у его родственников, к кому обратиться? У нас создана на базе нашей больницы, как и во всех медицинских организациях нашей области и республики в целом, создана служба поддержки пациентов и внутреннего контроля. Естественно, любой человек или родственник данного больного, который обратился при непонятных каких-то обстоятельствах, или они остались недовольны качеством оказания медицинской помощи, или при возникновении проблемных каких-то вопросов, при фактах вымогания денежных средств, в любой момент могут обратиться в службу поддержки пациентов. Естественно, при входе в нашу больницу есть ящик обращений, есть телефон доверия. Я хочу, чтобы вы запомнили этот телефон. При областной клинической инфекционной больнице этот номер 50-27-21, который работает круглосуточно. 50-27-21. Так что, дорогие друзья, не дай бог этим номером пользоваться, но тем не менее нужно знать. А вот скажите, бесплатно ли лечение в больнице, или все-таки за что-то нужно заплатить? Непременно. Это бесплатная медицинская помощь, которая оказывается в рамках оказания гарантированного объема медицинской помощи во всей республике. Инфекционные болезни – это социальные болезни, которые финансируются из бюджета. Естественно, вся медицинская помощь оказывается совершенно бесплатной. Спасибо большое, что пришли в нашу студию. Вы тоже не болеете. А в городе сегодня была заместитель главного врача областной клинической инфекционной больницы Ордак Мурзагалиева. Дорогие друзья, мы желаем, чтобы вам не пришлось обращаться с жалобами или просьбами ни в какую службу поддержки. Оставайтесь здоровыми и помните, что в своих болезнях чаще всего мы виноваты сами. Так что берегите себя. Генеральный партнер проекта «Город сегодня» – жилой комплекс Степной. Это новая квартира с удобной планировкой, собственной парковкой, детской площадкой и огороженной территорией. Все это Степной. Телефоны для справок 950-333 и 960-333. Всех вам благ и крепкого здоровья. У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше. Или вам надоело смотреть в привычный двор? А может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс Степной. Это семь девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка – современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс Степной. Когда жизнь становится теплой. 11 микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис Алтентау. Субтитры создавал DimaTorzok